Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Вот они, 57 600 пленных немцев, остатки разбитых полков, дивизий, корпусов. Они на обширном поле ипподрома Старицы. Здесь лишь недолгий привал. Отсюда их проконвоируют через Москву дальше, в лагере для военнопленных. Это только часть пленных, взятых Красной Армией под Витебском, Минском, Бобруйском. Солдаты и офицеры всех родов оружия. Кадровые и тотальные. Гитлеровские гренадеры. Вот их полководцы. Их генералы. Генерал-лейтенант Мюллер, исполнявший обязанности командующего 4-й немецкой армией. Его войска были окружены под Минском. 8 июля он принял ультиматум советского командования и приказал своим частям сложить оружие. Генерал-майор Адольф Гамон, комендант Бобруйска. Бывший комендант Орла, палачий убийца. Десятки тысяч советских людей стали жертвами его злодеяний. Немало орденов выслужил у Гитлера генерал-майор фон Эрдзмансдорф, комендант города Могилёва. Под Минском сдался в плен нашим войскам генерал-майор Клямт, командир 260-й пехотной дивизии. Еще один герой минского поражения. Генерал от инфантерии Фелькерс, командир 27-го немецкого армейского корпуса. А это генерал-майор Энгель, командир 45-й пехотной дивизии. Он сдался уже подальше на запад, под Волоковыском. Генерал-майор Шмидт был начальником инженерной службы 9-й немецкой армии. Он строил все укрепления, которые сокрушил натиск советских бойцов. Генерал от инфантерии Гольвицер, командир 53-го армейского корпуса. Всего 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск. Сотни тысяч москвичей, военные штатские, женщины, старики, дети собрались посмотреть на тех, кто шел походом на Москву. У каждого свой счет с немцем. Быть может, здесь пройдет летчик, бомбивший Москву в 1941 году. Или убийца твоего сына. Или палач, терзавший где-нибудь на Украине твоих родных. Стоять! 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 КОНЕЦ Вот они, побежденные. Живое свидетельство наших побед. КОНЕЦ Вообразите их с оружием в руках, за броней танков. Такими, какими они были еще несколько дней назад. Эту силу перешибла наша сила. Мощь Красной Армии, разгромившая эти полки дивизии и корпуса гитлеровской армии. Пройдут годы. На поколение наше с гордостью будет вспоминать о героических днях великих побед Красной Армии и мощи советского оружия. КОНЕЦ 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 Вот так. Отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось. С законным удовлетворением расходились москвичи к своим обычным занятиям, к военному труду, расходились с полной верой в окончательную нашу победу. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok